В конце года принято подводить итоги. Предлагаем свою версию. Мы составили топ-7 событий года по мнению редакции. 2016 начинался с черного неба. Из-за горящих на ЦБК опилок красноярцы жаловались, что им нечем дышать. Потушили свалку только в апреле, но тема экологии в Красноярске еще долго оставалась главной. Активисты бросались на технику во время вырубки сквера в Студгородке. Правда, после выборов ажиотаж поутих. А посаженные возле СФУ ели под Новый год начали вырубать уже сами горожане. Трагедия красноярского инвалида, которую мы показали в июле, прогремела на всю страну. В редакцию обратилась мать мужчины-колясочника, который покончил жизнь самоубийством. И рассказала, что сын три года, не мог выйти из квартиры на 12 этаже из-за отсутствия пандуса. Его установки администрация предложила ждать до 2038 года. Однако состава преступления следователи не нашли. На то, что с городским хозяйством не все в порядке, мэры указывали не только красноярцы. Летом столичный блогер Илья Варламов проехал по нескольким городам России и описал свои впечатления. В Красноярске досталось набережной. За машины, торговый центр и кафе с шансоном вместо пешеходной зоны. Глава города с критикой не согласился. Я не особенно, так сказать, близко к сердцу принимаю заявление какого-то соезжего гастролера. В этом году в Сибири было много гостей не только из других регионов, но и из космоса. Зеленогорская учительница нашла осколок, который некоторые эксперты назвали родственником Тунгусского метеорита. Иностранцы предлагали за находку 3 миллиона долларов, но женщина отказалась. В декабре космический корабль «Прогресс» упал на Тувой, а через несколько дней Хакасию посетил метеорит. А так выглядит ограбление по Красноярске. 18-летний парень с самодельным пистолетом ворвался в отделение Сбербанка в Северном. Но на его беду там же за кредит платил 66-летний военный в отставке. Александр Горбачев скрутил преступника. И таких народных героев мы показывали в этом году регулярно. Они были очень разными. Баба Лена начала путешествовать по всему миру 83 года. Не побоялась принять участие в модном приговоре и станцевала с Николаем Басковым. Мне нужен твой счастливый взгляд, нужно многое сказать. Максимыч наоборот. Вернулся в родную деревню и решил из нее больше не уезжать. Уже 10 лет Михайловка существует благодаря своему единственному жителю. Петр Куц вышел в одиночку на Медведя, защищая родное село. А врачи, вопреки всем прогнозам, спасли ему глаз после чудовищных травм. В новом году обязательно будут новые герои. Вы тоже можете стать одним из них. Звоните к нам в редакцию по телефону 2 900-333. Смотрите новости по будням в 19.00. Регина Баймухаметова, Владимир Фетисов, 7 канал.